Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева. И тема сегодняшней программы «Защита бизнеса от коррупции». Сразу озвучу гостя-эксперта, с которым мы будем вместе с вами эту тему сегодня обсуждать. Сергей Варламов у меня в студии, председатель комитета по правовым вопросам Ассоциации молодых предпринимателей России. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Сергей, ну тема непростая, с одной стороны обширная, а с другой стороны, я даже не знаю, есть каждая конкретная ситуация, а есть некое массовое явление. И, собственно, мне бы хотелось сегодня нашим слушателям дать какие-то, может быть, рецепты, подсказки. Потому что ввиду своей работы не побоюсь сказать, что, наверное, все, кто начинает и маленький, и большой, и средний, любого масштаба бизнес, сталкиваются так или иначе с вопросами, которые предлагаются или иногда видятся единственным способом разрешить путем коррупционных некоторых методов. Вот возможно ли сейчас у нас в стране действовать так, чтобы добиться законным образом того, что нужно, сделать это в нужные нормальные сроки, не прибегая к коррупционной составляющей? Ну, теоретически, конечно, это возможно, но все-таки, если констатировать именно действительность, все-таки рано говорить о том, что у нас коррупция, да, действительно побеждена, и что сейчас вести предпринимательскую деятельность честно достаточно несложно. Нужно говорить об обратном. Сейчас, к сожалению, гораздо выгоднее предпринимательскую деятельность вести нечестно. То есть коррупция пока еще, к сожалению, никуда не ушла, и подавляющее большинство предпринимателей по-прежнему старается разрешать свои проблемы, которые необходимо решать юридическим путем, разрешать их с использованием коррупционных механизмов, потому что так быстрее и так выгоднее, как правило. А скажите, пожалуйста, вот если предприниматель сталкивается с тем, что он не может свой вопрос, несмотря на то, что у него есть там права определенные, ну, то есть по закону он должен был бы это разрешить, но сталкивается все время с какими-то, иногда даже по практике фантастическими препятствиями, которых не может быть, потому что не может быть никогда, но они есть. Вот, естественно, перед каждым становится выбор, да, по какому пути идти. Кто-то идет по пути наименьшего сопротивления. Как вы говорите, к сожалению, иногда это бывает и быстрее, и выгоднее. Кто-то идет, не идет по этому пути, имеет возможности и определенные, вероятно, причины для того, чтобы все-таки действовать в рамках закона. Вот в ситуации, когда предприниматель действует в рамках закона, куда ему пойти, что ему делать? И еще у меня к вам один практический вопрос будет. Не будет ли потом к нему с другой где-то стороны какие-то репрессивные своеобразные меры, да, потому что он вот так вот поступил? Ну, здесь могу однозначно ответить, что если предприниматель столкнулся с ситуацией, когда его права действительно явно нарушаются, то сейчас обратиться можно в огромное количество ведомств, можно обратиться и в МВД, и там ФСБ, куда угодно, в прокуратуру написать. И отмечу, что если там действительно будут явные нарушения, которые видны, эти органы с огромным удовольствием возьмут заниматься данной проблемой, потому что сейчас практически всем ведомствам ставят план по борьбе как раз с коррупционными проявлениями. На прошлой неделе я как раз был на общественном совете при прокуратуре Москвы, и там прокурор Москвы, Куденеев, как раз там просил, слезно просил любую информацию по фактам, явным фактам нарушения законодательства сообщать, потому что там тоже выступал представитель прокуратуры, который говорил о том, что крайне мало обращений, соответственно, им отчитаться нечем. Но стоит отметить то обстоятельство, что таких случаев не так уж и много. Практически все коррупционные домогательства, назовем их так, со стороны чиновников, со стороны сотрудников правоохранительных органов, они, как правило, имеют за собой какую-то все-таки юридическую основу. То есть мы говорим не о явном нарушении законов, мы говорим о несовершенстве законов, которыми как раз и пользуются недобросовестные чиновники или сотрудники правоохранительных органов. Поэтому отловить явные нарушения законодательства, их сейчас достаточно сложно. И опять же, если вы действительно столкнулись с тем, что, по вашему пониманию, грубо нарушаются ваши права, спокойно, смело можете обращаться во все ведомства, которые только возможны, и вам действительно помогут. А в электронной форме это действенно сейчас? Или лучше, опять же, с бумажками ходить? Да сейчас, в принципе, реагируют на все. То есть сейчас и в электронной форме можно отправить, и на сайте МВД, там, не знаю, как там у нас сейчас с прокуратурой, по-моему, тоже можно, но, по крайней мере, на сайт МВД мы сами лично неоднократно отправляли, и всегда есть реакция, всегда... А быстро? Достаточно быстро, да. То есть, грубо говоря, были случаи, когда на следующий день уже перезванивали, задавали вопросы, то есть приглашали прийти для отдачи объяснений. То есть сейчас реагируют на все подобные заявления. К сожалению, сказать, что реагируют эффективно, я бы не сказал, потому что как раз, если все очевидно, там все понятно, если ситуации какие-то спорные, то есть, грубо говоря, тяжело прям сразу поймать какого-то чиновника или сотрудника правоохранительного органа, которые ведут себя в нарушении закона, ну, тяжело. То есть в таких случаях, там, дай бог, процентов 5-10 действительно что-то делают. В подавляющем большинстве случаев мы опять, к сожалению, получаем отписки о том, что какие-то проверки провели, но, к сожалению, ничего доказать не могут. Ну, вот смотрите, Сергей, получается такая история. Нашу программу мы начали с того, что нередко предпринимается ли выгоднее и быстрее пойти на поводу чиновника и, собственно, с ним иметь какой-то, может быть, нелегальный контакт, но для того, чтобы его предпринимательный вопрос был решен быстрее. Сейчас мы с вами приходим еще и к тому, что если явный случай коррупции, то есть когда там слух говорят, дай мне 10 рублей, я тебе сделаю вот это, либо в обход закона, либо быстрее закона, ну, как-то неким образом поспособствую, это одна ситуация. А когда, может быть, не столь явные случаи, а их, кстати, сейчас очень много стало, именно, на мой взгляд, коррупционные вот эти проявления, они изощренные формы стали принимать, потому что, конечно, сейчас люди боятся сказать, дай мне рубль, и тогда что-то будет в твою пользу. То, соответственно, даже если предприниматель, столкнувшись вот с такими сложностями коррупционными, да, с точки зрения чиновников, ему, получается, все равно в итоге невыгодно идти по пути некоррупционному, да, по пути законному, потому что у него есть какой вариант? Написать письма, но если это не явная, какая-то изощренная форма, это может очень долго рассматриваться, да. А параллельно предприниматель, видимо, хочет еще и работать в это время, зарабатывать деньги, и, соответственно, ему, наверное, палки в колеса будут вставляться уже вот на широком поле, да. Первый момент. И есть второй вариант, когда можно оспорить в суде. Хочу от себя сказать, что достаточно действенно, если действительно есть нарушение, если есть нарушение, достаточно действенное, это может быть по срокам и по результату, если действительно закон на стороне предпринимателя, но арбитражный суд, если это в предпринимательской сфере, он очень по сравнению быстро с районными судами рассматривает дела, но, тем не менее, получится у нас все равно минимум примерно 4 месяца. Это минимум, может быть, и больше в какой-то ситуации. Есть дела, которые рассматриваются годами, если сложный вопрос, то еще разные решения в разные стороны. В результате, опять же, понимаем, что предприниматель несет определенные риски и расходы, связанные с судебным процессом, которые ему, в общем и целом, в полной форме никогда не компенсируют. И при этом он все равно не получает то, что ему нужно. Вот возможно ли действительно с этим как-то работать и бороться? Ну, тяжело сказать. Проблема-то, на самом деле, вечная. Нельзя говорить, что у нас сейчас с 90-х годов такое началось. То есть, если посмотреть историю Российской Федерации, историю Советского Союза, у нас коррупция-то она была всегда. То есть, она имела различные формы, но она присутствовала всегда. И так называемая система кормлений, которая сейчас, в принципе, можно сказать, что она существует, что чиновники живут не на зарплату, а за счет тех лиц, чьи интересы они должны обслуживать. Она и раньше была активна, в царские времена. То есть, тогда даже бывали моменты, когда она была узаконена. И бороться пытались всегда, даже вот если посмотреть историю уже более такую современную, первый декрет советской власти, посмотреть, о чем они там были. То есть, помимо борьбы там с контрреволюцией, спекуляции там была, и те были борьбы с теми же самыми взятками. То есть, коррупция, она вечно. В Китае, насколько я помню, там расстреливают за коррупцию, но все равно коррупцию уничтожить невозможно. И здесь основная задача, наверное, сделать так, чтобы коррупция приобрела разумные размахи, то есть, чтобы коррупция не была на виду. То есть, что больше всего вызывает социальную напряженность, когда коррупция видна, когда она очевидна. Когда сотрудник ГИБДД, не боясь ничего не скрывая, берет взятки на дорогах, когда вы, как предприниматель, идете к кому-то, и тут явно то же самое, делает все, чтобы дать вам понять, что без взятки здесь этот вопрос никак не решится. То есть, уходить надо от этого. То есть, коррупция, она есть и в цивилизованных странах. У нас один из предпринимателей в свое время строительный бизнес и работал в Великобритании. Даже там есть, казалось бы, страна, победившая демократии, где закон торжествует, но коррупция есть и там. Но там она имеет очень скрытые формы. То есть, невозможно вот так вот прийти в кабинет к чиновнику, о чем-то там договориться. Невозможно договориться о тех вещах, которые явно привлекают к себе внимание своей незаконностью. Приблизительно к этому и нам надо идти. То есть, сейчас работа в данном направлении все-таки какая-то системная ведется, но все-таки стоит отметить, что какой-то запоздалый старт у нас. То есть, время упущено. То есть, если говорить так уж объективно, действительно борьба, которая она ощущается с коррупцией, она началась где-то, наверное, с 2007-го, 2008-го года. Наверное, даже 2008-й после кризиса. Если бы там начали эту борьбу где-то года с 2000-го или пораньше, может быть, сейчас ситуация изменилась бы в лучшую сторону. Пока, к сожалению, еще многие не верят в то, что действительно идет системная борьба с коррупцией, а полагают, что это просто компанейщина. Сергей, ну вот иногда смотришь телевизионные каналы или слушаешь новости по радио, и фигурируют такие цифры, обвинен такое-то за хищение столько-то миллиардов. Или следующая кандидатура на, соответственно, фигуранта уголовного дела, и там еще какие-то миллиарды. Иногда слушаешь, а вот тут вот 5 миллионов, думаешь, Господи, ну что ж так скромно? Потому что цифры настолько уже где-то за гранью понимания, в общем и целом, я имею в виду личного понимания, да, не бизнес-понимания, а личного понимания человека, который слушает телевизор, большинства людей, что они уже какой-то, может быть, свой объем и вес теряют. Совершенно непонятно, там где-то миллиарды, где-то десятки миллиардов, где-то сотни миллиардов. Мы понимаем, хищение, да. В общем и целом, в любом случае, это неразрывно связанные вещи между коррупцией и хищением, потому что есть определенная технология, как все это производится. Мне сейчас все-таки, Сергей, очень бы хотелось, сейчас мы выслушаем новости, через 2 минуты вернемся в эфир, но мне очень бы хотелось, чтобы мы нашим слушателям, вот конкретному предпринимателю, у которого сегодня может стоять такой вопрос на повестке дня, дали бы какие-то, может быть, подсказки. Вернемся через 2 минуты в эфир. Итак, мы продолжаем программу «Формула права». Обсуждаем сегодня тему защиты бизнеса от коррупции. У меня в гостях Сергей Варламов, председатель комитета по правовым вопросам Ассоциации молодых предпринимателей России. Сергей, вот мы обсуждали, что на самом деле мне не очень нравится то, что мы обсуждали, потому что я человек такой оптимист. Вот я на самом деле оптимист. И я, например, считаю, что если человек хочет, вот у него есть такой чистый старт, и он хочет работать по закону, соответственно, у него есть такая возможность. Вот скажите, есть у него такая возможность? Только нормально работать. Не 2 года судиться, и потом не иметь возможности реальный ущерб взыскать с того же государства. А вот на самом деле некий бизнес начать и не сталкиваться с коррупционными вот этими. Ну, безусловно, разумеется, это можно сделать, но при этом человек должен... Должно повести очень сильно. Даже не то, что повести, человек должен спокойно относиться к тому, что он получает прибыль в 3 раза меньше, чем та прибыль, которую получает сосед, который занимается тем же самым, но при этом нарушает законодательство. Например, налоги не платят, дает взятки чиновникам. Если человек готов пойти на это, то почему бы нет? И опять же, если мы сейчас говорим об этой теме, чем еще опасность коррупции, в чем она заключается? Она как раз создает неравные конкурентные условия. То есть есть два предпринимателя. Один работает по-честному, другой работает нечестно, то есть с точки зрения налогов. Предположим, один должен... Ну, оба должны заплатить 10 миллионов государству. Один платит 10 миллионов, а другой платит 3 миллиона взятку налоговому инспектору, который к нему там раз в год приходит. Соответственно, предприниматель, который ведет себя нечестно, он уже находится в более выгодном положении. И хорошо, если просто он заработает на 7 миллионов больше. А он же может использовать эти 7 миллионов, вот эту разницу, для того, чтобы цены понизить, чтобы, например, выдавить второго, который честный, с рынка. И человек очень часто встает перед вопросом не то, что там я, да, я готов меньше зарабатывать. Он встает в вопрос о выживании бизнеса. То есть выживу ли я, если я буду работать честно, или не выживу? Вот с этим надо, безусловно, бороться. Потому что как раз это убивает все там светлые начинания. И встречал я многих предпринимателей, которые говорили, что да я очень хочу работать по белому, но, к сожалению, не могу. Я понимаю, что я просто бизнес вынужден буду свой закрыть. Вот с этим надо бороться. Вот, Сергей, вы сейчас затронули тему налогов. Я помню, в одном из эфиров обсуждали следующую тему. Сейчас не помню, к сожалению, сходу не скажу страну. А в одной из европейских западных стран такая возможность имеется у предпринимателя. Когда он придумывает некоторую схему, не пугаясь и не падая в обморок от слова схема, потому что у нас это уже почти преступление. Соответственно, он придумывает некую схему налогообложения, которая позволяет ему значительно экономить на налогах. Он с этой схемы приходит в их налоговый орган той страны и говорит, «Ребята, я придумал вот эту схему, утвердите мне ее». И, соответственно, налоговые органы рассматривают, что он там придумал. И если действительно все соответствует закону, нигде не нарушает, ну, мало ли, ноу-хау человека или такую возможность он нашел, они ему утверждают, и он на абсолютно законных основаниях легально имеет возможность уменьшать свои налоги. Соответственно, у нас такого нет. У нас слово «схема» это мы сразу… Пытаются ввести. Вот мне почему стало интересно. Вот смотрите, конечно, я понимаю, почему. Если есть возможность при помощи коррупции, о чем мы сегодня говорим, уменьшить свои налоги просто потому, что можно сдать несоответствующую фактическим обстоятельствам отчетность и, соответственно, по ней какую-то минимальную копейку заплатить, а человек, который будет проверять, он не будет особо внимательно на это смотреть. Предположим, наша такая абстрактная ситуация. То, соответственно, другой человек, который хочет работать в белой, он бы имел, возможно, такую возможность, простите за тавтологию, и на законных бы основаниях уменьшал свою налогооблагаемую базу. Но получается, что у нас человеку такую возможность не дают, а тот, который использует различные коррупционные составляющие и возможности свои, он, соответственно, с одной стороны может получить выгоду какую-то, а с другой, на ним всегда висит дамоклов меч в общем и целом, потому что никто никогда не знает, что где как появится и в какой момент его тоже могут под уголовное дело привлечь к уголовной ответственности. Так это или нет? А часто, кстати, привлекают? Ну, то, что вы говорите, все действительно так. По поводу привлечения к ответственности, ну, сейчас я бы не сказал, что часто у нас за последние несколько лет были серьезные изменения в законодательстве, то есть существенно ограничили права правоохранительных органов вмешиваться в предпринимательскую деятельность, как раз по налоговым преступлениям серьезные изменения были внесены, то есть сейчас количество проверок сократилось, наверное, раза в три, в четыре, ну, и, соответственно, количество уголовных дел также приблизительно сократилось. А вот за взятки? За взятки ситуация другая, цифры там растут, я вам не скажу точно, там, какие соотношения, но растут эти цифры, и что, ну, как приятную тенденцию стоит отметить, что, ну, да, конечно, тяжело говорить о том, что у нас там идет борьба с коррупцией там в самых высших эшелонах власти, но, по крайней мере, на низовом и среднем уровне эта борьба действительно идет. И сейчас, ну, то есть по роду своей работы я там знаком с некоторыми сотрудниками как раз Департамента собственной безопасности, МВД, которые как раз занимаются борьбой с коррупцией, они все отмечают, что тенденции просматриваются положительные, то есть сейчас им разрешают работать по тем персонажам, по которым раньше они даже подумать в их сторону не могли. Сейчас разрешают, сейчас есть действительно серьезное сдержание на среднем уровне чиновников, и, опять же, говорят, что в разработке сейчас находятся многие чиновники достаточно серьезного уровня. А по какому пути, как вы себе представляете, Сергей, идет все-таки наша вот эта борьба с коррупцией? Помимо того, что мы по телевидению слышим всякие крупные истории, да, по какому пути? По пути именно работы с нарушителями-чиновниками в этой области, чтобы они, с одной стороны, боялись, или не на каждом шагу бы предлагали свои вот эти незаконные услуги, и такое тоже встречалось. Встречалось вообще какие-то вещи иногда, слушаешь по телевизору, когда человек, мне кажется, вообще ничего не боялся, он что-то делал, да, и ничего не боялся, ему даже в голову не приходило, как такое место у него рабочее было, предпринимательское, а не государственное. Но, тем не менее, вот по этому пути или по какому-то пути, когда те предприниматели, которые готовы и хотят работать честно, им предоставлять какие-то соответствующие возможности, или это невозможно, потому что тогда у нас нечестный, мы так условно говорим, нечестный предприниматель будет и возможности использовать все равно, и все свои старые методы, скажем так. По какому пути, как вы считаете? Ну, здесь надо все-таки идти, наверное, с двух сторон. То есть, с одной стороны, надо и действительно ужесточать, даже не с двух, наверное, с большего количества сторон, с одной стороны, надо ужесточать ответственность для чиновника, кто берет взятки, продолжать вот эту вот системную работу, чтобы чиновник лишний раз задумывался, брать ему взятку или не брать. Потому что, ну, опять же говорю, по нашим оценкам, года 3-4 идет действительно системная борьба, и мы чувствуем результаты. То есть, если раньше то, что рассказывают предприниматели, могли прийти из проверки сотрудники полиции, зайти в офис, сказать, что мы сейчас у вас откопаться... Закрыть офис? Да даже не то, но закрыть это понятие. Опечатать его? Они могли зайти и сказать, что, ребят, вот у нас там постановление на проверку, мы проверять здесь ничего не собираемся, нам некогда, мы там куда-то собираемся ехать, вот давайте убирайте там, грубо говоря, вот платите нам взятку там 30 тысяч долларов, и мы едем дальше. Не хотите? Давайте мы будем у вас искать. Вплоть до такого доходило. Проговаривали, то есть это можно было записывать там на диктофоны. То есть наглость и хамство, ну, я не знаю, там не знало границ. То есть люди чувствовали такую безнаказанность. Я извиняюсь, Сергей. Это же известный факт был, когда проверки все начинались перед Новым годом, вот такого рода, да? Все правильно, потому что предприниматель, разумеется, Новый год, он хочет его встретить нормально, чтобы никакие проблемы его не отвлекали, чтобы он спокойно мог в семейном кругу отдохнуть. Ну и с другой стороны, в общем, тоже, наверное, какие-то мотивы праздничные имели место быть. Но факт остается фактом. В течение многих лет я действительно слушала от своих доверителей и клиентов предпринимателей о том, что проверки проходят в основном в декабре, конец ноября и декабрь. Да, всегда, всегда была. И там вплоть до такого, что уже последние годы МВД там пыталась бороться так, что чуть ли не директивно говорила о том, что все, там, последнюю неделю мы не проводим проверки. Хотя, в принципе, наверное, тоже неправильно. То есть, может быть, действительно какое-то преступление там выявлено в тот период, но, к сожалению, приходится это делать. И опять же, о чем мы говорим, что с одной стороны, да, надо продолжать эту системную борьбу с коррупционерами, но и с другой стороны надо все-таки понимать, что коррупция – это не одностороннее явление. Коррупция – это двухсторонний акт. Это акт, который выгоден двум сторонам. Стороне, которая дает взятку, и стороне, которая берет взятку. И в том числе надо бороться и с теми, кто дает взятки. Даже с теми же самыми недобросовестными предпринимателями. Многие предприниматели, кто готовы работать по-белому, по-честному, они выступают за то, что пусть борются с теми, кто дает взятки в том числе. То есть, чтобы человек не чувствовал себя вольготно, что да, можно там не платить налоги, не получать там необходимые разрешения, делать все, что угодно. Потому что я знаю, что если кто-то придет, я спокойно, как на рынке. Я пойду, там дам денег. То есть вопрос только цены. Вот сейчас, к сожалению, у многих именно так все это воспринимается. Нужно создать такие условия, при которых человек должен прекрасно понимать, что это не вопрос цены, что может сложиться такая ситуация, что деньги ему не помогут. В том числе. И опять же, почему не активизировать эту работу? Например, могу привести пример с сотрудниками ГИБДД. Так скажем, знакомый из знакомых попал в очень неприятную ситуацию, когда он ехал на машине, нарушил правила дорожного движения, его остановил сотрудник ГИБДД, а он попытался дать ему взятку. Из соседней машины вышли оперативники, задержали этого человека. Ну, там был осужден, грубо говоря, условно. То есть не посадили, но все равно он получил судимость. А все знакомые этого человека, которые знают про эту историю, сейчас стараются взятки на дорогах не давать. Потому что кажется, что да, где-то это все далеко, но когда это коснулось какого-то человека, которого ты сам лично знаешь, люди уже очень аккуратно относятся к вопросу того, что давать взятку на дороге. Хотя раньше они воспринимали, а что такого? Господи, остановит, нарушил, дал денег, поехал дальше. И в бизнесе нужно сделать приблизительно то же самое. А это что значит? Показать на кого-то посадить? Раз миллион примерно или как? Ну, почему? Опять же, почему мы так говорим, что это неправильно? Почему бы нет? Почему бы не показать и тех же предпринимателей, которые действительно дают взятки? Причем дают взятки не в тех ситуациях, когда они там действительно вымогают, а когда они сами идут на эти взятки, умышленно провоцируют сотрудников правоохранительных органов, чиновников, для того, чтобы создать себе более выгодные условия работы. Сергей, а вот у меня тогда встречный вопрос. Смотрите, чиновников ловят, как правило, когда на них все-таки кто-то донесет, заявит, что у них там вымогают взятку предпринимателей. Ну, вот каким-то таким способом. А в обратную сторону, вот то, что вы сейчас говорите, есть ли среди чиновников какого-то такого рода действия, они же все-таки государственные служащие, это не предприниматель, который хочет, написал заявление, не хочет, не написал. В целом, когда к ним приходят непосредственно с предложением о взятке, ну, какие действия предпринимаются, и есть ли в этой части работа какая-то? Мне просто даже интересно. Ну, работа, она ведется, но я бы сказал, что она ведется не с той интенсивностью, которая требуется. Могу привести пример Грузии, как они достаточно быстро и эффективно провели реформу полиции. Одним из важных элементов реформы была легализация провокации взятки. То есть, когда к сотруднику полиции там кто угодно мог подойти, обратиться с каким-то предложением, коррупционной направленности, если сотрудник полиции об этом не сообщал своему руководству, то этот человек в лучшем случае увольнялся со своей работой. То есть, просто банально, даже если он не говорил об этом, может, не то, что в каких-то дальнейших действиях. Да, человека обязывают сообщать о тех людях, которые... То есть, если даже чиновник или сотрудник полиции отказался от этой взятки, то есть, он должен об этом сообщить своему руководству, чтобы кто принимал решение, проводить ли какие-то мероприятия в отношении того, кто пытается дать эту взятку. То есть, если у нас пойдут на такое, то есть, если у нас такое ведут, я думаю, что ситуация изменится. Сергей, перебью вас буквально две минуты, выслушаем новости, вернемся в эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать тему защиты бизнеса от коррупции. У меня в гостях Сергей Варламов, председатель комитета по правовым вопросам Ассоциаций молодых предпринимателей России. Сергей, вот до перерыва на новости мы обсуждали такой вопрос, что чиновника можно поймать за руку только в том... Ну, как правило, только в том случае. Это, наверное, большая часть ситуации, когда тот, у кого вымогают взятку или тем или иным образом предлагают ее заплатить, доносит или сообщает об этой ситуации. И дальше уже идет какая-то оперативная работа. А вот мы рассматривали с вами обратную ситуацию, когда приходит человек, сам инициирует эту взятку, исходя из того, что мы все, в общем, в голове имеем, что любой вопрос можно решить финансовым образом. Соответственно, некоторые действительно думают, что как на рынке, главное просто прийти там и как-то сообщить. Бывают более хитрые способы, бывают совсем уж прямые какие-то ситуации. Вот в данных ситуациях есть ли такие, например, судебные дела, возможно, или практика такая, когда, если человек уже сам пришел, его не спровоцировали, это очень важный момент, потому что если чиновника можно теоретически провоцировать, то предприниматель, мне кажется, это абсолютно недопустимый вариант провоцировать на дачу взятки. Но если он сам пришел по своей инициативе, у него никто не вымогал, не просил, не требовал тем более, не говорил о том, что иначе все будет долго и неизвестно с каким результатом, он сам пришел для того, чтобы, по его мнению, все было быстрее. Вот здесь есть какая-то практика, когда таких людей в итоге ловят за руку? Такая практика есть, да. То есть уголовные дела возбуждаются достаточно часто. На нашей памяти тоже был пример, когда человеку, который попытался вот так вот сделать, дали шесть лет реальных. То есть он получил срок, когда действительно он пошел и попытался, там был вопрос, связанный с уголовным делом, о статье экономической направленности, он попытался со следователем, что называется, напрямую в кабинете, о чем-то договориться. Следователь сообщил, куда следует, закончил все для предпринимателя крайне плачевно. Такие случаи есть. Ну вот мы, например, достаточно часто слышим, и даже вы сегодня уже рассказывали по поводу ГИБДД. Действительно, раньше у нас вопрос решался, по-моему, любой, за очень редким исключением, на дороге. Вот сейчас практически, ну, это достаточно сложно. Я, например, не предлагаю, тоже отношусь с тем людям, которые не предлагают взятки, но тем не менее, я знаю, что и большинство моих знакомых сейчас таким образом поступают, потому что я, конечно, имею определенную работу и, естественно, знаю, когда идет волна прям вот этих дел, когда ставят камеры, и люди, которые предлагают в автомобиле сотруднику ДПС взятку, они потом становятся фигурантами уголовного дела. Действительно, лишение свободы не применяют, как правило, но не все хотят вообще судимости иметь, и для многих людей это просто шоковое состояние, как бы приводит к шоковому состоянию. А вот что касается чиновников, на местах уже каких-то государственных структур. И вот еще второй у меня вопрос. Дело в том, что у меня опять тоже в практике существуют, ну, клиенты рассказывают, я вижу это все по документам, скажем, в дальнейшем подтверждение их слов, настолько изощренные способы, ну, тут уже взятка юридически неправильно говорить, потому что есть вещи, которые доказать невозможно, но они настолько изощренны, что даже суды, когда начинаешь судиться, в разную сторону применяют закон и поворачивают эту ситуацию, считая правильным один суд так, другой суд этак. И, соответственно, достаточно сложно найти истину. И по такому вопросу, конечно, говорить о коррупции вообще уже сложно, если суды в правовой стороне сложно разбираются. Вот в такую плоскость коррупция сейчас часто уходит. И как бороться опять же? Ну, действительно уходит, коррупция становится более изощренной, то есть вот таких вот простых примитивных методов, наверное, уже когда действительно прямое вымогательство в кабинете такого, ну, уже редко встретишь, где... Да вот расскажите какие-то методы. Ну, я имею в виду образно, не называя людей, естественно, никоим образом. Ну, могу отметить тот факт, что сейчас большинство чиновников, которые занимают там, ну, так скажем, посты среднего уровня, уже напрямую, ну, в жизни не возьмут взятку, то есть это крайне редкие случаи. То есть все, наверное, без исключения, уже работают через посредников, кто-то уже работает через цепочки посредников, то есть есть какой-то чиновник высокопоставленный, у него есть какие-то приближенные лица, и, соответственно, еще за этими приближенными лицами есть еще кто-то, какие-то посредники, которые уже непосредственно общаются с предпринимателем. Слушайте, а как клиентов находить? Вот мы сейчас говорим прям бизнес-цепочка. Находят, находят. С дилерами, посредниками и так далее. Находят. Они же не стоят на улице с объявлением. Находят. Я могу вам привести пример. Налоговая инспекция в городе Москве, я не буду называть номер, происходит следующая ситуация. Предприниматель проходит выездную налоговую проверку. То есть, да, все ему вручают решение, ему уже так инспектор показывает на те нарушения, возможно, которые будут выявлены, все, и на этом расстаются. То есть там никаких даже намеков на коррупцию нет. То есть, наоборот, чиновник там... А потом к нему приходит. А потом ему просто звонит кто-то там с непонятного номера и говорит, что здравствуйте, вот мы знаем, что у вас проходит, вы знаете, налоговая проверка. В такой-то инспекции. Инспектор у вас такой-то. Такого-то числа вам вручили решение о проведении проверки. У вас такие-то нарушения и т.д. и т.п. Человек приглашает на встречу. Человек приезжает на встречу, где все ему рассказывают, предлагают решение данной ситуации. И что самое интересное, что если сотрудники полиции будут задерживать вот этого человека, который всем этим занимается, очень может даже так оказаться, что это будет даже посредник второго звена, то есть, который не общается даже напрямую с налоговым инспектором. То есть, грубо говоря, даже если... То есть, его просто заменят в следующий раз, пока он будет там где-то... Конечно, конечно. А сотрудникам полиции, чтобы дойти до инспектора, ему надо поймать одного, убедить его, ну, опять же, своими методами в том, что нужно сотрудничать, заставить его пойти к следующему посреднику, убедить, поймать того, убедить того, чтобы он пошел к налоговому инспектору. То есть, работа очень серьезно затрудняется. у сотрудников правоохранительных органов. В общем, они все понимают, что если они не убедятся, то, скорее всего, не будет уголовного дела. Да, да, да. То есть они прекрасно понимают, все эти посредники, что если они сейчас во всем признаются, что хорошего ничего не будет, все равно они будут привлечены к уголовной ответственности, и при том все покровители, заинтересованные лица их бросят. А тут, если человек ни в чем не признается, не кается, всегда можно выдвинуть какую-нибудь нелепую версию, что-то придумать, и всегда понимать, что без поддержки тебя не оставят те же самые коррумпированные чиновники, которые заинтересованы в том, чтобы человек молчал. Заинтересовать его можно только одним, поддерживать, в том числе и в местах лишения свободы. Такое есть. То есть надо с этим бороться, но надо понимать, что противник тоже на месте не стоит и что-то изобретает постоянно. Вы знаете, Сергей, вот вы сейчас рассказываете эту схему. Я сейчас столкнулась у одного своего клиента с гораздо более изощренной схемой. Я не буду ее называть коррупцией, потому что я не могу, естественно, этого доказать. Но факт остается фактом. Не буду называть где, но в одном из регионов огромное количество, скажем так, земли сдано в аренду одному человеку, предпринимателю. При этом часть земли он может использовать, а часть земли он даже использовать не может. Она просто у него формально в аренде и все. А есть, соответственно, положение закона, который предоставляет возможность для определенных узкой направленности целей человеку, просто любому предпринимателю, например, другому совершенно, эти земли взять в аренду. И все было бы ничего, но они же уже находятся в аренде. Поэтому тут же соответствующее ведомство государственное говорит, мы только за, мы только за, но вам нужно пойти согласовать вот с тем уже нынешним арендатором, который на этих землях даже делать ничего не может. А тут говорит, не вопрос, но он же предприниматель, это уже не взятка. Он предприниматель, но у меня тут убытки могут возникнуть. Поэтому вот такая сумма денег, и, соответственно, я дам свою визу, свое согласие на то, чтобы мы вместе, допустим, арендовали этот земельный участок. Вот такого рода уже какие-то юридические идут коллизии, и тем не менее вот конкретно по этому делу человек судится два года. Уже решение еще не принято, да? То есть я вообще не забегаю вперед и не говорю о том, что это коррупция, просто потому что мы средства массовой информации, но мысли возникают, мягко говоря. Ну, я могу привести пример тоже. Изощренный вариант коррупции, есть медицинское учреждение, которое делает следующее. Понятно, все закупки, которые проходят в этом учреждении, должны делаться по 94-му федеральному закону, то есть через официально вывешиваться, аукцион должен проводиться, кто предложит лучшую цену, будет соответствовать всем предъявляемым условиям. Делается следующим образом. Медицинскому учреждению необходимо закупить достаточно сложные, дорогостоящие приборы, то есть чтобы вы понимали, что за уровень приборов, их в России единицы, то есть там связаны с молекулярной диагностикой, их крайне мало. И в России сейчас физически на складах у производителей и у тех, кто перепродает, этого оборудования просто нет. Что они делают чиновники? Они вывешивают данную поставку на аукцион и устанавливают срок поставки 3 дня, как условие. И, соответственно, находится только одна организация, у которой чисто случайно вот на складе завалялся такой приборчик. Разумеется, она выигрывает этот аукцион и она поставляет эту продукцию. Все понимают, что да, это схема, что чиновник за то, что он выставил вот эти 3 дня, он получит свой откат, но что-то доказать крайне проблематично, потому что учреждение всегда, опять же, может составить там акт о том, что у них старый прибор вот именно сегодня сломался и срочно нужен новый, хотя, может быть, он там полгода назад сломался и валялся. То есть создаются такие условия, когда, да, действительно, доказать взятку практически невозможно. Изощренные формы коррупции. Ну вот смотрите, вот эта ситуация, которую вы рассказали, там выигравших и те, кто со стороны государственного органа медицинского, и те, кто поставляли эту технику наверняка по безумно завышенной цене. Вот. Есть ситуации, при которых мне бы очень хотелось все-таки на этом еще раз остановиться, Сергей, потому что я сейчас слушаю вас, да, и наши слушатели вас слушают, и у меня возникает такое какое-то черное пятно, что вот, ну, нет другого выхода все равно. Можно сдать коррупционера чиновника, можно не сдать, но если ты хочешь вести бизнес, хочешь, чтобы он был тебе более выгоден, и все у тебя нормально и быстро было, то у тебя вроде бы как нету другого выхода. Я, например, считаю, что другой выход есть. И не только суды, которые годами могут в ряде ситуаций длиться, а уж месяца четыре это просто по процедуре меньше не получается. Вот расскажите нам, какой выход. Расскажите нам хорошую историю. Расскажите, куда. Предприниматели идти, потому что, вы понимаете, люди тоже устают от этого. Было в свое время такое понятие, как рэкет. По-хорошему. Да, в общем, и целом сейчас, ну, я, по крайней мере, от своих доверителей не слышу о том, чтобы это существовало, по крайней мере, в какой-то распространенной форме. Вот сейчас мы говорим о коррупции. Люди тоже устали. В части ситуации люди устали. Вот расскажите, куда пойти, что сделать, как действовать для того, чтобы бороться. Хорошо. Сначала маленький комментарий по поводу того, что вы сказали. Мы иногда умышленно сгущаем краски и преподносим все в черных тонах. Задача привлекать внимание, в том числе общественности, к данной проблеме. Не надо говорить о том, что вот там кого-то поймали, вот другого поймали, и у нас все стало хорошо. Надо говорить, говорить и говорить. Да, ситуация улучшается, но мы должны поддерживать внимание к данной теме. А не так, что да, все, у нас с коррупцией разобрались, и там малый и средний бизнес чувствуют себя замечательно. Если говорить о конкретных рекомендациях, как себя вести предпринимателю, если какие-то чиновники высказывают некие коррупционные пожелания в отношении его бизнес-рекомендации, конечно, безусловно, есть. То есть, старайтесь, первое, старайтесь все ваши разговоры с чиновниками документировать каким-то образом. Диктофонов у нас сейчас продается огромное количество, они стоят недорого. Диктофоны бывают там крайне малых размеров, то есть не надо опасаться, что у вас... Диктофоны крайне малых размеров у нас запрещены, как шпионские штучки. Ну, можно все-таки где-то остановиться на том размере, который еще допустим. То есть не надо бояться, что у вас там его найдут на теле, там, огромный, там, пишущий диктофон. То есть старайтесь документировать все свое общение с чиновниками. То есть ничего страшного в этом нет, если, опять же, чиновник себя ведет в соответствии с законом, ну, ничего такого. То есть, чтобы всегда у вас была возможность что-то там доказывать, там, устанавливать систему видеонаблюдения в своих офисах, чтобы тоже какие-то действия всегда могли документировать. Потому что иногда бывают ситуации, предприниматели обращаются, говорят, вот, там, что-то сделали незаконно. Пришли сотрудники полиции там на проверку, на оперативно-ростные мероприятия у них это называется, без понятых. Все, а как доказывать-то? То есть записи нет, ничего нет. А потом всплывают какие-то протоколы, где какой-то Иванов и Петров расписались. Ну, это какие-то там, наверное, внештатные сотрудники у полиции, которые готовы подмахнуть все, что им там дадут. И как доказывать? С одной стороны, да, есть там представители юридического лица, представители бизнеса, которые что-то говорят, но они лица заинтересованы. Есть сотрудники полиции, которые утверждают, что нет, понятые присутствовали. И есть подпись этих понятых, которые тоже подтверждают, что, да, такого-то числа в такое-то время они присутствуют на мероприятии. Была бы видеозапись, все бы это можно было доказывать. То есть старайтесь каждый свой шаг документировать. То есть там не надо экономить на тех же самых средствах видеонаблюдения, средствах видеофиксации. Потом, может, это очень все сильно пригодится. И второй совет, который бы я еще дал, если вы сталкиваетесь с какими-то коррупционными проявлениями, ну, как скажем, на земле, старайтесь с заявлениями, с жалобами обращаться куда-то повыше. Потому что может сложиться такая ситуация, ну, условно, возьмем какой-нибудь район Москвы, пришли там сотрудники полиции или какие-то чиновники, начинают что-то вымогать. Ведь обратившись там в местное же УВД или там в местное, я не знаю, в прокуратуру, есть большая вероятность того, что они, в принципе, находятся в достаточно хороших приоритетских отношениях. И сообщив эту информацию, она очень быстро дойдет до тех, до кого она доходить не должна. До тех, кто взятку вымогает. Они могут отказаться от совершения преступления, то есть скажут, что нам ничего не надо, вы нас не так поняли. Поэтому по возможности обращайтесь повыше, старайтесь. То есть если говорить про Москву, можно куда-то на городской уровень обратиться, там, или в Управление экономической безопасности противодействия коррупции по Москве, или в прокуратуру. Окей, мы сейчас выслушаем новости, две минуты и обязательно вернемся в эфир. Мы продолжаем обсуждать вопрос защиты бизнеса от коррупции. Сергей Варламов, председатель комитета по правовым вопросам Ассоциации молодых предпринимателей России, у меня находится в студии. И мы сейчас говорили, Сергей, вот о чем. Мы говорили о том, что, во-первых, предпринимателю не нужно, если он все-таки хочет бороться и иметь возможность доказать свою правоту, экономить на средствах аудио и видеофиксации. То есть, ну, видео-то, видимо, в офисе, аудио, диктофон. У нас, мне кажется, большинство телефонов уже позволяют, в общем и целом, записывать то, что происходит вокруг, делать аудиозапись. И плюс вы еще сказали, что если уже обращаться с жалобами, например, если пришли сотрудники полиции, допустим, да, которые какое-то соответствующее коррупционное предложение в той или иной форме сделали, то жаловаться не в их же район, откуда они пришли, не в их же учреждение, а в более высокостоящие. Но я вот здесь хотела сказать, что столько раз сталкивались, мы всегда, в том числе юристы-адвокаты, пишем в вышестоящие, говорю, высокостоящие. И все спускают вниз, да? И все спускают вниз. Мы понимаем, что там на контроле стоит, но это все такие некие условности. Дальше получается, что мы написали там в самую высокую условно канцелярию, оно все прошло, путь ровно до того места, откуда пришли те люди, на которых мы жалуемся, и нам, даже не возвращая это обратно, из этого места пишут ответ, изложенные в жалобе доводы не подтвердились. И дальше как вот с этим воевать? То есть, ну, понятно, что можно набраться усилий и, собственно, писать, еще писать, вода камень точит, но далеко не все готовы, если у них вопрос за период хождения этой бумаги, он уже давно, может быть, решился этот вопрос. И людям просто уже не хочется этим заниматься и оставлять это как-то как несделанное дело, переживать, нервничать на эту тему. Хотя, кстати, хотел добавить, что, наверное, нам нужно этим всем заниматься. В общем и целом, даже если наши права уже решены и защищены каким-то образом, нам в любом случае нужно это делать, потому что мы это не делаем, и, соответственно, каждый раз все больше и больше сталкиваемся с той же самой коррупцией, хотя это касается любого нарушения прав в любой области. А вот скажите еще, куда, на ваш взгляд, действенно обращаться и в каких ситуациях? Ну, если говорить о адресатах обращений, то, да, вы абсолютно верно отметили, уж сильно-то высоко тоже не надо писать. Не надо писать на имя президента, на имя генерального прокурора. То есть, по возможности стараются писать хотя бы на ступеньку повыше. То есть, если взять, например, Москву, то есть какой-то чиновник вымогает у вас взятку, то есть вы можете обратиться в отдел экономической безопасности против действия коррупции по данному округу. Но вот это делать мы как раз не рекомендуем, потому что округ может как раз вот с этими чиновниками-то и нормально дружить. Лучше тогда по Москве уже. Обратиться уже, да, в городское управление, потому что, если говорить о управлении экономической безопасности против действия коррупции Москвы, то я бы здесь отметил, что это достаточно рабочие ведомства, которые занимаются не тем, что сидит и бумажки расписывает на землю, кому чем заниматься. Они сами очень большое количество разработок проводят. Но здесь, если возвращаться к началу разговора, опять все упирается в то, что насколько конкретная будет информация, которую вы сообщите. Если вы придете и сообщите, что кто-то там у меня что-то там предлагал, мне там намекал, там не дает мне работать, это одно. Если вы придете, опять же, к сотрудникам полиции и предоставите им хорошую диктофонную запись, где чиновник что-то там проговаривает, то с огромным удовольствием они возьмутся. Если это будет запись, где не чиновник проговаривает, а как вы рассказывали, чиновник ничего не проговаривал абсолютно, даже намек и даже бровью не повел. Но при этом потом пришел некий условный дядя Вася, который обладает, как выяснилось, уже откуда-то полной информацией по вашему делу и предлагает услуги. Вот в этой ситуации. Все равно обращайтесь, потому что займутся и этим дядей Васей. Потому что надо понимать, что у нас статьи... А что будет с результатами проверки? С результатами проверки, вероятнее всего, все будет нормально. Сразу тоже проговорюсь, есть такое заблуждение, что там нельзя не ходить никуда жаловаться, потому что нам здесь работать, работать нам не дадут. Нас вот мы сейчас на сотрудника полиции сообщим, а тут со всех ведомств начнут к нам ходить. Такого нет. Наоборот. Там, где произошло задержание чиновника или сотрудника правоохранительного органа, туда стараются не ходить, как проклятое место. Все чиновники стараются от греха подальше отходить, потому что они понимают, что люди не боятся, люди могут куда-то обращаться с жалобами. Они также могут обращаться с жалобами о том, что данный новый визит связан с предыдущим визитом. То есть они все это прекрасно понимают, и им проще пойти к тем, кто спокойно и безропотно отдаст денег и никуда не обращается. Если опять же говорить, что против обстоятельства, если предприниматель платит, дает взятки, к нему ходят с различными проверками. Если предприниматель взятки не дает, то и ходить к нему смысл-то какой. То есть если явно нарушений у него там никаких нет, ну чего с ним возиться. Надо понимать, что и чиновники, и сотрудники правоохранительных органов, они же тоже теряют время на все эти суды, разбирательства, отписывания от всех этих жалоб. То есть им тоже нужно тратить время. И если они один раз столкнулись с принципиальным предпринимателем, тоже прошли это. Да, и предприниматель пострадал, он потерял там кучу времени и нервов. Но и сотрудники правоохранительных органов, и чиновники тоже и пострадали, и потеряли какое-то количество времени и нервов. И в следующий раз, предположим, в следующем году, когда они будут думать, кому идти на проверку, вот этот человек будет рассматриваться в последнюю очередь, потому что целесообразности нет никакой, нарушений явных нет никаких, опять же, мотать себе нервы, какой смысл? То есть правильно я понимаю, Сергей, что я такое промежуточное резюме пытаюсь подвести, что если человек работает по закону, мы сейчас не рассматриваем тот способ, когда человек действительно не платил налоги, и когда он, в принципе, сам заинтересован, чтобы некий вот наш условный человек к нему пришел, и что-нибудь, какое-нибудь предложение замечательное ему сделал, чтобы как-то нивелировать все эти нарушения налоговые, которые произошли. Мы говорим о том, когда, допустим, эти нарушения были найдены в том числе и для того, чтобы сподвигнуть человека, решить эту проблему быстро, легко, коррекционным способом, нежели идти судиться, оспаривать акт налоговой проверки, допустим, да? То есть правильно ли я понимаю, что помимо необходимости аудио-видео фиксации устройств различных, помимо возможности обращаться, особенно если есть записи, особенно если есть записи, но кроме всего прочего, вот занять вот это вот место принципиального человека, который не готов платить, тем более если он ничего не нарушает, мы из этого исходим, это работа определенная. То есть если человек провел эту работу, если он изначально готов еще к этой работе, то такая возможность нормально работать у него в общем и целом предоставляется ему просто в силу того, что он свой труд в это вложил, нервы, деньги, вероятно, тоже. Правильно я понимаю или нет? Абсолютно правильно. То есть если человек, да, действительно был готов на то, чтобы пойти в какое-то состояние... То же нужно создать имя свое, специфическое. Да, то есть потерпеть какое-то время, но потом станет легче. То есть надо прекрасно понимать психологию чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Входят туда, где деньги дают. То есть если к вам пришли, вы посчитали, что да ладно, быстрее сейчас дам денег, чтобы со всем этим не возиться, нервы не мотать, вы откупились, у вас нет гарантии, что через полгода к вам не придет другая проверка. Причем это может быть другое ведомство, но с которым посоветовали к вам прийти те предыдущие товарищи, они же все общаются между собой. То есть сходи вот туда, там все нормально, там быстро денег дадут, никто там с тобой упираться не будет, там жалоба на тебя писать. Когда вы создаете себе некую репутацию человека принципиального, который не платит, то есть он готов до посинения судиться, ну смысл туда ходить. И ни один там знакомый коррупционер другому своему знакомому коррупционеру ничего не посоветует, что иди туда, там вот ты легко заработаешь денег. То есть это тоже надо понимать и спокойно в это вкладываться. И не бояться обращаться с вышестоящей структурой, структурой, которой занимаются как раз тем, что ловят коррупционеров. Четко надо понимать, я опять же возьму примеры Управления по экономической безопасности и протеста коррупции Москвы. У них есть план по задержанию сотрудников налоговых инспекций, те, кто вымогают взятки. Их за этот план спрашивают постоянно, то есть мотают им нервы. Они всячески заинтересованы в том, чтобы кого-то периодически там ловить. И поэтому, если вы обратитесь туда с какими-то конкретными фактами... А если там закончатся коррупционеры, то что произойдет? Ну, если закончатся коррупционеры, то... Когда наступит то светлое время. Да, эры милосердия, да, то есть когда преступников больше не будет. Ну, значит все, значит все хорошо. Мы достигли коммунизма. Но такое вряд ли будет, потому что пока его не достигли нигде в мире. Коррупция сохраняется везде. Ну, то есть фактически, скажите, вот, Сергей, мне ваше мнение, у нас буквально три минутки осталась программа. Мне интересно ваше мнение. Вот возможно ли реальная защита, вот у нас сегодня тема защиты бизнеса от коррупции. Вот возможно ли такая реальная защита бизнеса, бизнесмена, разной величины до самого маленького и от самого, возможно, большого, хотя, наверное, там какие-то свои технологии есть. Тем не менее, средний бизнес. Вот возможно и реальная ли эта защита? Конечно, разумеется, защита возможна. Мы даже призываем предпринимателей думать. Они же все предприниматели, они все умеют считать. Рассчитывайте, считайте свои затраты. То есть да, вот сейчас, в данный момент вы там можете сколько-то там сэкономить на налогах. Но вы учитывайте, что потом вам все это может вылиться в какие-то там космических размеров взятки. То есть телевизор мы все смотрим, как вы уже сказали, там сумма фигурирует огромной. Вы посчитайте, вы прикиньте, нужно ли вам это или не нужно. То есть в какой-то ситуации ваши нарушения могут использовать для того, чтобы просто, извините вас, как конкурента с рынка убрать. И тогда вам там и деньги не поможет. А я, кстати, знаете, что вспомнила давно, давно, я сейчас, к сожалению, не смогу более подробно рассказать, потому что это со времен моего института. Но тогда мне это врезало в голову, к сожалению, без имен. Кто-то экономически просчитал, что если кто-то, может быть, даже английский ученый или кто-то в этом роде, что если украсть миллион, ну, по тем временам, соответственно, миллион, это тоже значительные средства были, и сейчас немаленькие, если украсть миллион, неважно в какой валюте, важен пример. И после этого, главное, его хорошо спрятать, и после этого, допустим, 10 лет отсидеть, то это очень выгодно, потому что, кроме всего прочего, за 10 лет не нужно тратить деньги на свое собственное содержание. Вот вы сейчас все это говорите, и я, с другой стороны, понимаю, что, конечно, ответственность должны нести не только те чиновники, которые допускают вот такие коррупционные составляющие и отношения с бизнесом, и тем более провоцируют их, но должна ответственность нести и тот бизнес, который сам провоцирует чиновников или делает соответствующее предложение, или, в принципе, относится к своей работе и к своему предпринимательству таким образом, что, ну, а зачем закон соблюдать, когда всегда можно откупиться, и это дешевле. Вы сказали посчитать, а я сразу подумала, что в математику можно разные составляющие включить, в том числе пребывание в местах отдаленных. Да нет, ну, опять же, посчитайте свой душевный комфорт. Возьмем пример с налоговыми проверками. У нас проверяются три предшествующих финансовых года, и вот сейчас предприниматель в 2012 году, который решил что-то там недоплатить, он должен прекрасно понимать, что к нему могут прийти в 2014, в 2015 и в 2016. И сейчас он, да, понимает, что есть у него там возможность откупиться, а у него есть гарантии того, что в 2015 и 2016 ситуация политическая так не поменяется, что он уже будет не в состоянии откупиться, а у него придут и спросят за 2013 год, когда он не заплатил налоги. Тоже это надо учитывать. Все-таки иногда хочется чувствовать себя в психологическом комфорте и спокойствии. Но еще нужно понимать, что все-таки это не рынок, где ты пришел и выбрал, во-первых, к кому обратиться, у кого купить товар, да еще и по какой цене. Это правильно. Не настолько мы обсуждали, возможно, возникает ощущение, что это все просто, это все непросто, и будем надеяться, что будет сложнее и сложнее с каждым днем. Итак, в эфире была «Формула права». У меня в гостях был Сергей Варламов, председатель комитета по правовым вопросам Ассоциации молодых предпринимателей России. Каждый четверг мы в прямом эфире. Спасибо.